МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Оренбургские каратисты стали лауреатами крупных международных соревнований. Наши земляки удостоились медалей на проходившем в России чемпионате и первенство мира по всестилевому карате. Всестилевое карате – это созданный в нашей стране комплекс, объединяющий ряд разновидностей этого боевого искусства. Речь не идет о новом виде или стиле. Это организационное нововведение, которое можно назвать русским карате. Турнир состоялся в городе Орел и собрал под свои знамена около двух тысяч спортсменов из десятка стран. Оренбургцы завоевали три награды. На взрослом чемпионате победителем в тяжелом весе стал арчанин Адам Бартиханов. А в рамках первенства новотрочанка Алина Студенская в двух дисциплинах завоевала серебро и бронзу. В Оренбургском центре настольного тенниса проходит всероссийский юношеский турнир ТОП-24. В соревнованиях выступают будущие звездочки – мальчики и девочки в двух возрастных категориях – до 12 и 13 лет. А в Санкт-Петербурге в разгаре юниорское первенство страны. В северной столице собрались игроки в возрасте до 22 лет. Сначала состоялись командные соревнования. Их начали 16 сборных. Состав самой юной – Оренбургской. Тот же, что и в прошлом сезоне. Банников, Самохин и Кизимов. В первом круге наши получили в соперники нижегородцев. Обыграли их со счетом 3-1. Затем в напряженной борьбе сломили сопротивление самарских теннисистов – 3-2. В полуфинале нам противостояли москвичи, которыми еще до старта прочили титул. Все мастера спорта – двое из них в двадцатке взрослого рейтинга. Сенсации не произошло. Главные фавориты победили 3-0. А в финале также уверенно обыграли хозяев и заняли первое место. У молодых оренбуржцев – бронза. Сегодня начинаются личные соревнования. А основной состав клуба «Факел-Газпром» отлично размялся на традиционном международном турнире Кубок Александра Захарова. Соревнования в Верхней Пышме собрали около 200 сильнейших игроков России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Четверо представляли оренбургский флагманский клуб – Левенцов, Пайков, Ивонин и Березин. На предварительном групповом этапе все они показали абсолютные результаты и стали победителями своих групп. Плей-офф начали успешно, но во втором круге сошлись дистанции Левенцов с Березиным. Ивонин уверенно разбирался с соперниками до полуфинала, где в упорнейшем матче в решающей партии уступил Жукову из Подмосковья и довольствовался бронзой. А победителем стал новичок «Факела» Михаил Пайков. Его турнирный путь получился тернистым. В одной восьмой, четвертой и второй финала побеждал со счетом 4-3 и в главном матче обыграл Жукова 4-2. У Оренбуржцев еще две медали. Березин взял золото в парном разряде, а Ивонин – серебро в смешанном. Хоккеисты Южного Урала очередную домашнюю серию матчей высшей лиги начали с победы, обыграв подмосковный «Химик». В продолжение сверхудачной выездной серии «Арчане» блеснули дома в юбилейном. Наши хоккеисты превзошли «Воскресенский» и «Химик», идущий на четвертом месте турнирной таблицы. Гости открыли счет под занавес первого периода. Во втором хозяева деметрально изменили ситуацию. Южноуральцы ответственно подошли к реализации большинства и дважды наказали «Химик» за нарушение правил. Домашние заготовки завершали Григоренко и Литвинов. А на 50-й минуте точку поставил прекрасный новичок «Арчан» Сигарев 3-1. Здорово, что победили природных трибунов, продолжили нашу победную серию. Поэтому сейчас в раздевалку отдыхать, готовимся к следующей игре. В субботу Южный Урал будет принимать соперников из Рязани. Теперь слэдж-хоккей. Оренбургские ястребы отыграли первый тур чемпионата России, прошедший в Ханты-Мансийске. Из-за отказа сборных Нижегородской и Челябинской областей на базе Югры встретились семь команд, играли в круг. В межсезонье серьезно потеряли в составе Удмуртия, вице-чемпион страны подмосковный «Феникс». Те же проблемы у ястребов. Команда лишилась двух лидеров. Оба, Алексея Ереминых, защитник и нападающий национальной сборной страны, перешли в Югру. И существенно усилили пятикратного чемпиона России. А наш клуб, и так выступавший двумя неполными пятерками, теперь имеет всего одну. И, конечно, крайне сложно играть весь матч без замен. Обратные примеры. Здорово усилившаяся сборная Москвы. И особенно дебютант тульский АКМ «Следж». В Тульской области функционировали три команды. Из Олексина, Новомосковска и областного центра. Они объединили ресурсы. На базе Академии Михайлова организовали боеспособный коллектив. И стали открытием тура. Уступив только хозяевам, причем в упорной борьбе. Ястребы же крупно проиграли АКМ, Фениксу, Югре. А еще три встречи завершили с разницей в одну шайбу. Со счетом 1-2 уступили Москве. 2-3 башкерским пиратам. Зато взяли вверх 4-3 по булитам над самым принципиальным соперником Удмуртии. Второй этап чемпионата пройдет в феврале будущего года. В завершение о футболе. В воскресенье, в последнем перед зимним перерывом 17-м туре Премьеры Лиги, Оренбург примет Краснодар. Болейте только за наших и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин